Философия Шиллера. Основные идеи. Из цикла «Карманное пособие интеллектуала». Фридрих Шиллер добавил много важных вещей в философию. Расскажем про основные. Концепция «эстетического образования». Шиллер заявил, что красота искусства имеет силу возвышать дух человека и улучшать моральные качества. Он верил, что эстетическое образование может помочь людям развить чувство морали и сострадания. Идея взаимосвязи игры и творчества. Шиллер предположил, что игривость и творчество являются неотъемлемыми составляющими человеческой жизни и позволяют нам уйти от ограничений мира и испытать свободу. Отношения свободы и морали. Шиллер исследовал связь между свободой и моралью и заявил, что поиск свободы является моральным долгом. Шиллер верил, что свобода – это не только право индивидуума, но и общественная ответственность. Роль эмоций в человеческой жизни. Шиллер признал важность эмоций в человеческой жизни и заявил, что они играют ключевую роль в формировании наших взглядов и действий. Он верил, что разум и эмоции должны быть в равной мере развиты, чтобы люди могли вести полноценную жизнь. Эти и другие идеи, предложенные Шиллером, распространили его мысли на более широкую аудиторию и сделали его одним из важных философских мыслителей XIX века. Прогулка под липами. «Аул Кандер Зе Лайнес» – это философский трактат Фридриха Шиллера, который исследует смысл жизни и цель существования. Книга «Прогулка под липами» является ценным источником для тех, кто интересуется философией, культурой и историей. Книга представляет собой диалог между двумя друзьями, которые обсуждают природу человечества и нашего места в мире, гуляя под гроздьями липы. Друзья размышляют о темах, таких как счастье, свобода и мораль, исследуя отношения между этими понятиями и смыслом жизни. Основные последователи Шиллера Фридрих Шиллер имел значительное влияние на немецкую и европейскую мысль, и его идеи широко обсуждались в конце XVIII и начале XIX веков. Некоторые из самых известных следователей Шиллера – Фридрих Ницше – на Ницше сильно повлияли идеи Шиллера о важности игры и творчества в человеческой жизни. Он также воспользовался концепцией Шиллера про связь между свободой и моралью. Иоганн Вольфганг фон Гёте Гёте был близким другом Шиллера и разделял его взгляды на роль искусства и эстетики в человеческой жизни. Он также высказывал подобные идеи относительно связи между разумом и эмоциями. Эммануил Кант Кант использовал идеи Шиллера об эстетике и роли красоты в формировании морального характера. Он также выражал подобные взгляды на важность свободы и морали. Георг Вильгельм Фридрих Гегель. На Гегеля повлияли идеи Шиллера относительно отношения между индивидуальностью и обществом. И он включил эти идеи в свою собственную философскую систему. Эти и другие мыслители были вдохновлены идеями Шиллера и помогли распространять его философию и влиять на будущее поколение мыслителей. Видео подготовлено при участии команды периодического интернет-издания JASH Club и при совместном использовании алгоритмов нейронных сетей и искусственного интеллекта.